Снимают верхний слой асфальта, чтобы докопаться до сути. Застройщику, который планирует возводить жилое здание на месте речного вокзала, необходимо понимать, какие слои почвы будут держать фундамент. Работы по сейсморазведке будут производиться ночью, чтобы от моста шумовые нагрузки, вибрационные нагрузки не давали какой-то погрешности на волны электрические, которые будут спускать сейсмостанция. Датчики поставят по длине двух траншей. Одна из них будет расположена перед речвокзалом, а вторая за ним, ближе к Аби. Результаты таких геофизических изысканий скажут, какой максимальной высоты здесь можно строить здание. По результатам графиков, которые построятся в результате данных измерений, мы будем иметь данные для проектирования. До начала проектирования застройщик должен получить результаты и других изысканий. Это нужно, чтобы гарантировать надежность конструкции, ведь геологические условия на месте речного вокзала непростые. Слияние двух рек. Предположительно, работы по замерам продлятся около полутора недель. Андрей Дреер, Александр Антропов. День с толком. Продолжение следует...